Первенство Владимирской области, Добрыня Владимир, Меленки 5-1, разгромная победа, хозяев поля, с нами Сергей Вялов, болельщик Добрыня, это, наверное, первое интервью болельщика. Сереж, как тебе игра вообще сегодня с позиции болельщика на трибуне? С позиции болельщика на трибуне мне понравилась игра Добрыня, конечно, я больше ждал от команды из Меленок, но я, в принципе, примерно представлял, но все равно хотелось как бы большего, чтобы более будет упорная борьба. Но Добрыня сегодня сыграла по мне классно, полностью соперника переграла, голы просто были классные вообще, один краш и другого. Сереж, ты Меленковский парень, да, скажи, испытываешь ли ты какую-то боль в глубине души от такого результата? Все-таки малая родина. Конкретно вот за эту команду, которую сейчас она вынесу в составе, в принципе, нет. Но в целом, как бы, мне хотелось, чтобы в Меленках была сильная команда, и я знаю, что если бы там очень постарались бы в Меленках, захотели бы это, сильная команда там была. Просто там это никому не нужно, вот это во мне вызывает боль. Как относишься к реконструкции стадиона в Меленках? Я, на самом деле, да, жду, что у нас будет нормальный стадион, потому что у нас его там просто нет, как бы нормальный стадион. Один стадион, который рядом с кладбищами, где просто песок, другое, как бы, тоже, как бы, не совсем стадион, просто поле в лесу. Но, опять же, таки вопрос, я не уверен, что все желающие там смогут играть на стадионе. За кого болел в этом матче? За Добрыню? За Добрыню. А почему ты болеешь за Добрыню, скажи? Ну, во-первых, основатель команды Стас, ну, это, как бы, мой друг. И даже когда у меня появились планы о создании команды, я одним из первых узнал об этом. Ну, и плюс тут еще играют и тренируют ребят, с которыми играю в мини-футбольной Добрыне. Ну, то есть, как бы, со всеми общаюсь хорошо, поэтому тут выбор очевиден, конечно, Добрыню. Перед матчем я готовился, посмотрел статистику Меленок, такая интересная вещь, да, факт, Меленки проиграли все гостевые матчи до этого матча со счетом минус 3, да, скажем так. То есть, 0-3 они проиграли Юре в Польскому, 0-3 проиграли Вяткина и 2-5 проиграли Киржач ТВ. Сегодня традиция нарушена, да, 4 пропустили. Вопрос следующий, скажи, можно ли считать Меленки домашней командой? Да. То есть, дома я посмотрел, они обыграли Воршу, обыграли Нику Покровскую, да, достаточно крепкие команды, и, как сказать, такой диссонанс домашний выезд. Наверное, во-первых, разница в составе, то есть, на домашнем матче собирается все-таки, наверное, больше, потому что на выезде не все смогут ездить, не получается. Сегодня у меня тоже не было одного из основных игроков, то есть, как бы, тоже я его ждал. Мы с ним в Меленках вместе в одной команде играем, вот он сегодня, наверное, не смог приехать. Так он, как бы, основной игрок. Поэтому, думаю, да, просто дома, ну, во-первых, все равно, как бы, сказывается фактор своего поля, потому что, как бы, все равно там поле, оно поменьше, чем здесь, например, то есть... Ну, оно просто знакомое. Знакомое, плюс команда возрастная, то есть, меньше бегать приходится, все-таки поле поменьше. Ну, и плюс то, что поддержка болельщиков, ну, и да, и состав, я думаю, собирается сильнее, чем на выезде. Скажи вот свое мнение болельщика по поводу домашних игр Добрыни, потому что перед матчем было объявлено, ну, вообще была мысль такая, что сделать по максимуму выездные матчи, да, чтобы экономить на аренде поля и поменьше домашних. Вот в таких матчах, на мой взгляд, да, именно домашнее поле выходит на первое место, то есть, команда, например, из Балакирова, из Меленок едет далеко и совершенно не тот состав привозит. Ну, да, я согласен. Даже плюс игроки после дороги, я потому что сам, когда играл на область тоже, после дороги, все равно функциональное состояние не то. То есть, когда ты едешь, условно, там, два часа, тем более, если, например, куда-то далеко едешь, там, два-два с половиной часа, все равно это сказывается на игре, ну, на выезде. Ну, и все равно, мне кажется, поддержка зрителей, она все равно, как бы, сил, наверное, придает. Сегодня предпоследняя домашняя игра сезона. Твои пожелания ребятам, игрокам на три оставшиеся матча, чтобы как-то их подбодрить, позарядить энергией? У меня только одно пожелание – выиграть три оставшиеся матча и занять место как можно выше. Я не говорю, что там нужно занимать первое место, как в таблице, может быть, команда еще не готова к высшей лиге, но мне, конечно, этого хотелось. На самом деле, вот я признаюсь, и Стас, как бы я говорил, что мне хотелось. И поэтому я просто пожелаю все оставшиеся матчи выиграть и покоить достойный футбол, чтобы Иван Андреевич был спокоен, чтобы все было хорошо. И без травм, самое главное – без травм. Еще, твои ожидания на итоги сезона какие? Ну, я, конечно, не видел Аполли в деле, но я очень рад, что команда Добрыня обыграла их. Но я вообще хочу, чтобы Добрыня заняла первое место и вышла в высшей лиге. Но это мое болельческое пожелание. Может быть, оно не совпадает с развитием пока у главных, но мое болельческое пожелание, что я хочу видеть Добрыню в высшей лиге. Я считаю, что только парни этого достанут. Спасибо, Сереж, замечательно. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok